В НИИСОК старейшее научное учреждение России. С его основания начинается история одноименного поселка. Сегодня это густонаселенная территория. Жители отмечают, хотелось бы, чтобы социальных объектов было больше. Эту проблему представители трудового коллектива озвучили на встрече с Игорем Шаповаловым и Дмитрием Голубковым. То, что строится сейчас, оно именно так и строится. А вот то, что доделывается за старых собственников, кто-то убежал, кто-то бросил дольщиков, кто-то скрылся. Это государство подбирает эти объекты в лице правительства Московской области, подбирает инвестора, который достраивает и, соответственно, делает это, включая всю необходимую социальную объект. И за последние 7 лет, я вам докладываю, в Одинцовском городском обуви построено 8 школ и 26 детских садов. И сейчас я вам тоже еще раз рассказал, что у нас сейчас в Усарской балладе на 2200 школа, детский сад, 14 гимназия, 500 человек пристройка, в 8 школе 200 человек пристройка, в Горке-2, новая школа и так далее, и так далее. В том числе поликлиника там Ромашкова и так далее. Очень много объектов социальной церкви. Новые стройки. Без социальных обременений нет сейчас новых строек. Нет абсолютно. Это запрещено. Это четкое указание нашего губернатора. Сокращение очереди в детских садах и строительство новых школ сегодня первоочередная задача власти. Как раз мы бы хотели включиться в эту работу максимально профессионально, чтобы с специальной точки зрения доказывать, что именно на нашей территории должно быть развитие. Именно на нашей территории должны появляться объекты социальной инфраструктуры, благоустройства, да и вообще объекты коммунальной инфраструктуры. Комфортные условия для жизни напрямую влияют на качество труда, считает Игорь Шиповалов. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.